Здравствуйте! Сегодня начинаем очередную передачу из цикла проба пива. Сегодня у нас на дегустации местный сорт пива. Раньше я такой сорт не наблюдал в местных магазинах. Называется хмельная субмарина. Данный сорт заявлен как американский лагер. Американский лагер. Американ лагер даже. И написано ручная работа стопроцентный хендмейд. Выпускается в городе Архангельске ООО пивная компания. Емкость 1 литр. Пиво неживое, светлое, нефильтрованное. Живое, светлое, нефильтрованное. На просвет смотришь, видно дрожжевой осадок, который хлопья в теле пива. Интересный стиль, который заявлен как Американ лагер. Ну, во-первых, Американ лагер бывает разный. Их существует много видов. Какому конкретно это виду принадлежит данное пиво, трудно сказать. Есть премиальные сорта, есть сорта с различными добавками. Но, вообще-то, американский лагер считается сортом пива, которое для простых людей. Как говорится у нас для хопников, для быдла, для такого пьющего низкий уровень населения. Что здесь интересно? Интересно здесь, конечно же, во-первых, этикеточка. Вот такая забавная этикеточка хмельная субмарина нарисована. Этикеточка сделана в стиле крафт. Ручная работа? Ну, это, конечно, очень интересно. Но отсутствуют данные, согласно крафтовым стандартам, о типе сода, расе дрожжей и сортах хмеля, которые использовались при производстве. Не указана также градация хмелевой горчи, что делается на всех более-менее приличных крафтовых сортах пива. Объемная доля спирта 4,5%. Состав солод светлый ячменный, хмель, вода, дрожжи. Срок годности 15 суток со днями даты выпуска. Дата выпуска 29.3. Сегодня у нас 12.4. То есть, срок уже практически на грани. Пиво я покупал на распродаже, поэтому цена у него была значительно дешевле, чем он стоит обычно. Но это переваливает застольник. Вот такая литровая бутылочка. Это даже со скидкой. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим и скинем попробовать, что это у нас за такой экстремальный американский лагерь, сваренный в России. Традиционно русские идут. Враг наступает. О, кстати, одел рубашечку джинсовую Пантера времен советских кооператоров специально, чтобы подчеркнуть интересность данного напитка. Ну, что ж, наливаем пиво. Ну, шапочку она дает довольно с большими пузырями. Шапочка быстро уходит. Становятся пузырьки. Уходят, уходят. Вот видно немножечко дрожжей чуть-чуть внизу. цвет. Ну, цвет, кстати, не слишком мутный. Я ожидал, что будет мутнее для нефильтрованного пива. Ну, в принципе, такой ячменно-золотистый, как янтарь. Мутный янтарь. Ну, попробуем. Да. Конечно, это не стандартный лагер. Горчинка хмелевая, горечь и какая-то так чувствуется. Он отличается от обычных сортов. Конечно, он похож на сорта обычных, которые варят на пивоварня. Вот. Чувствуется привкус дрожжей. Не могу сказать, что пиво идеальное. Это некоторая заявка крафт на крафтовое пиво местное. Действительно крафтовое. Но, конечно, кроме оригинального названия требуется еще и строгость в этом мире. Крафтовым регламентом. То есть, указывать, какой сорт дрожжей, совода и ячменя здесь были использованы. Шапка вот почти уже вся ушла. Ну, что можно сказать. Действительно, оно больше напоминает обычные сорта разливного пива, которая продается в России. Только в оригинальной, более-менее, упаковке. То есть, что-то обычно такая разливушка для населения. Не знаю, стоит ли ставить пиво высокие оценки. Какая-то водянистость присущая американским стилем лагерам. В принципе, есть. И некоторая... Ну, у американских лагеров горечь не должна так сильно ярко выпить. Тут горечь все-таки побольше. Ставлю пивом, скажем так, троечку с натягом. Все-таки попытка создать крафтовое пиво приветствуется. Но есть еще куда расти и расти. Не знаю. Только, наверное, если бы не акция, я бы это пиво обошел стороной. Ну, так. Оригинально. Забавно. Поставим галочку, что попробовали. Очередной сорт местного пива. Новинку. Для меня лично. На этом завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. Ждите следующих выпусков. Пробы пива. С вами был Иван Балтик. До свидания.